Доброе утро, мои дорогие друзья! В нашем мире сексуальная энергия — это самая большая энергия, и она управляет всем в этом мире. Аскеза — это добровольный отказ с целью получения каких-то духовных моментов в своей жизни. Аскезы бывают разные и для мужчин, и для женщин. Например, аскеза — отказ от матерных слов. Это тоже аскеза. Воздержание от алкоголя, например. Вот я возьму аскезу воздержания от алкоголя. Аскеза — это также отказ от чувственных удовольствий, то есть отказ от сексуальных утех. Почему? Почему? Дело в том, что мужчина, когда занимается сексом и извергает своё семя, таким образом он теряет силу и благочестие. Женщина теряет красоту. Она быстро стареет, быстро изнашивается. Женщина должна отличаться целомудрием. Но целомудрие должно быть в уме. То, что в уме, потом это будет транспортироваться наружу в поступки. Целомудренные поступки зависят от целомудренных мыслей. Но целомудренную мысль нужно в себе воспитать аскезами, воздержанием к чувственным удовольствиям. Как это сделать? Изначально, чтобы отказаться от сексуальных утех, нужно работать над собой в уме. Нужно совершить большой духовный скачок. Этому помогает служение Верховной Личности Бога, например, чтение Махамантры «Утром рано», повторение святых имён, слушание лекций о деяниях Бога, общение с личностями, которые уже встали на этот путь. Если вы пытаетесь встать на путь аскезы, допустим, отказа от секса, чтобы с целью возрасти духовно, естественно, и вы будете общаться с людьми, которые практикуют секс и осуждают, естественно, у вас ничего не получится. Вам нужно искать единомышленников. Для этого я создала свой телеграм-канал, чтобы там каждый мог найти прибежище с любой потребностью, от физического до духовного. При том, что духовное — это не извращённые знания, не отсебятина какая-то там эзотерическая, глупая. Это настоящее знание любви к Богу. Если ты полюбишь Бога, ты обретёшь себя полностью, ты станёшь счастливым, самым счастливым человеком на Земле. Что бы ни случилось в своей жизни, ты будешь силён и ты будешь счастлив. Представь себе. Так вот, отказ от секса даёт нам возможность возрасти духовно, даёт нам возможность понять, что такое трансцендентальная любовь, трансцендентальные отношения с Богом. А когда мы занимаемся сексом, мы стаём тупыми, дурными, привязанными. У нас сразу возникает много хотелок. Вот, например, я занялась сексом с понравившимся мне мальчиком. Всё, мне уже хочется то платье, мне уже хочется красиво выглядеть там, мне уже хочется там это, это, это. Мне уже хочется ногти пойти сделать, мне уже хочется губы красить там. Всё-всё-всё-всё-всё. Всё, всё начинается, привязка начинается у тюрьма, тюрьма в собственном теле из желаний ума, а не разума. Мы начинаем жить в тюрьме, мы начинаем быть марионетками своих желаний. И уже это порочный круг, в котором находятся все люди вокруг, потому что они 98% постоянно живут сексуальными желаниями. И это утопия, это старость, это болезни, это смерть, быстрая смерть. А вы знаете, что, ладно, ещё раньше в Сатья-югу, в Трета-югу, в предыдущие цивилизации у них было понятие гигиены элементарное. Они не кушали мясо, они не кушали рыбу, яйца, мертвичину. У них не было, они мылись, они были чисты. А сейчас что, мы живём в век Кали-юги? Люди грязные, как внутри, естественно, так и снаружи. В людях кишат черви, в людях кишат паразиты. И эти паразиты качуют из тела и в тела, и не передаются, потому что рекламой, телевизором, обществом, социумом навязывается. И ещё и дополнительно фейковыми грёбанными врачами навязывается, что секс – это полезно для здоровья. Иди позанимайся, иначе у тебя будет простатит, импотенция, а у тебя болезни яичников, киста, потом рак, если ты не будешь заниматься сексом. Ну, ребята, ну это же такой вброс и чушь. Вас разводят. Как идиотов. А знаете, кого легко развести? Того, кто как раз вот находится под этими вечными желаниями. Хочу, 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 хочу. И называется Ку-Кин-За-Дза. Вот это вот люди в современной цивилизации. Ку-Кин-За-Ку. Всё. Это всё, на что они способны. Сказать слово Ку. И хочу. И трах тебе дох, тебе дох, тебе дох. Угачка, 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 угачка. Ну что это? Ну кому это надо? Какие страшные заболевания передаются, потому что люди грязные, люди не знают, что такое. Раньше в Древнем Египте люди очищались регулярно, делали клизмы, голодание на один месяц. Племя Хунза сейчас до сих пор, хотя уже у них пришла разруха. Но они раз в год, они в основном едят абрикосы, немножко молочного, мяса почти не едят. У них в основном свежие фрукты, зелень, овощи, всё. Поэтому живут до 120 лет, рожают в 60 лет. Они живут на лоне природы. А египтяне имели тогда знания, которые пришли от касты кшатриев. Как нужно очищаться раньше, это были знания, а сейчас до нас дошли самые мизерные остатки этих знаний. Но каждый может получить их, при условии, если будет копать 20 лет. А я предлагаю тебе прийти в мой Телеграм и сэкономить 20 лет твоей жизни. Там вся информация. Поэтому человек, который… Мы за всё в этой жизни платим. Самая низкая элементарная цена — это деньги. Но самая большая цена — это наше здоровье, это наше благочестие. В духовном мире мы за всё платим благочестием. Сколько мы благочестия накопили, столько мы должны заплатить. Хочешь получить эти знания? Плати своим благочестием. Это в духовном мире. Духовный мир, он здесь и сейчас также существует. Так что если вы хотите возрасти выше, вы должны заплатить своим благочестием. Мы за всё всегда платим, господа. Нет ничего бесплатного. Бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому, господа, нам и насаждается вокруг, что нам нужен секс, похоть и разврат, чтобы сделать из тебя тупую свинью, пожирающую экскременты. Это же не еда, что люди едят. Люди живут несчастливо, люди несчастны сейчас. Несчастны. Это ли не показатель того, что люди на неправильном пути? А я предлагаю тебе путь счастья. Добровольная аскеза. Воздержание. Духовное развитие. Накопить благочестие. И потом пожертвовать, отдать все плоды твоей деятельности Богу. И тогда ты счастлив, ты свободен, у тебя нет привязок. Ты абсолютно свободен. Я всем желаю хорошего дня. Если хочешь мой телеграм, ссылка в шапке моего профиля. Субтитры сделал DimaTorzok